Сочинский творческий коллектив на театральном марафоне выступил с премьерой. Впервые наш театр предстал перед публикой в новом жанре, драматическом. Роман Соколовский решил перенести на сцену персонажей произведения Джона Толкиена. Сочинский нигль в буквальном смысле покорил зал и строгая жюри, вызвав бурю оваций. Прием был потрясающий, просто были замечательные аплодисменты после спектакля. Спектакль понравился. И, конечно же, на этом фестивале очень важно то, что там проходили лаборатории, творческие лаборатории, обсуждение спектаклей. Нам очень приятна оценка жюри профессионального, которые оценили этот спектакль, которые подсказали какие-то моменты, которые можно исправить в этом спектакле. Ведь все-таки это первый опыт кукольного театра для взрослой публики. Но не каждый первый блин комом новая идея оказалась успешной. Сразу три высокие награды. Диплом первой степени в направлении молодежной и взрослой театры, лауреат в номинации за образное решение спектакля в жанре театра кукол и в режиссуре. Над созданием визуального ряда в спектакле метафоричного произведения Толкина роман работал недолго. А вот идея его воплощения в жизнь растянулась на несколько лет. Вот уже куклы были даже готовы, вот другие. Потом как-то в один момент думаю, нет, это все не то. И все, и это как-то отложилось, и долго прям за это не брались. А потом почему-то опять это все, как бы всплыл этот спектакль. Уже стало понятно, как его делать, с помощью каких технических средств. Вот появилась там у нас песочная анимация, потому что песок такой, ну, метафора ускользающего времени. И это отлично смотрится в театре кукол. Увидеть спектакль «Лист работы Нигля» сочинцы смогут в начале ноября. Сейчас саквояж готовится к фестивалю «Хрустальный петушок» и работает над новогодней программой. А в декабре кукольный театр отправится в Москву на творческую встречу клуба кукольников, где вновь представят своего толкинского персонажа.